Николай Федорович Бордовский, 27 августа 1890 года, русский генерал-лейтенант, участник туркестанских походов. Биография родился 9 декабря 1832 года, по окончании курса в дворянском полку. 13 августа 1852 года произведен в пропорщике и направлен на службу в ряды Санкт-Петербургского гренадерского полка, откуда в следующем году был переведен лейб-гвардии Московский полк с 26 апреля 1854 года под поручик, а в 1856 году, как отличный стрелок, во 2-й царско-сельский стрелковый батальон 6 декабря 1856 года произведен в поручике, 21 марта 1858 года в штаб с капитаной, а 21 апреля 1861 года в капитаны, участвуя в кампаниях 1863 и 1864 год в Польше, Бордовский за боевые отличия в делах последней кампании был награжден орденом С.В. Владимира 4 степени с мечами и бантом и в том же году 16 декабря 1864 года назначен в чине полковника командиром 41-го резервного пехотного батальона, 10 февраля 1860 года получил начальство над 66-м пехотным бутырским полком, 7 января 1871 года назначен командиром туркестанской стрелковой бригады и 16 апреля 1872 года произведен генерал-майор и в Хивинском походе следующего года он являлся деятельным участником, возглавлял первый эшелон туркестанского отряда из-за отличия в деле против Садыка Кенесарина 5 и 6 мая 1873 года в урочище Адам Крылган был награжден орденом С.В. Станислава 1 степени с мечами при переправе туркестанского отряда через Амударью Учучака 11 мая Бордовский руководил действиями Эльергарда, за Хивинский поход награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». С 24 июля 1879 года Бордовский состоял командующим 7-й пехотной дивизии. В 1881 году был произведен генерал-лейтенант и награджен орденом С.В. Анной 1 степени с утверждением в должности. 6 октября 1883 года назначен начальником 1-й пехотной дивизии и награжден орденом С.В. Владимир 2-й степени 10 августа 1887 года получил в командование 3-ю гвардейскую дивизию. Как близко знакомый с стрелковой частью в войсках он неоднократно принимал деятельное участие в комиссиях по разработке этого вопроса, а также и в комитете по устройству и образованию войск. Скоропостижно скончался 27 августа 1890 года на маневрах под Луцком. Источники. Кинесарина Султана Кинесара и Садык. Ташкент. 1889. Бордовский. Николай Федорович. Русский биографический словарь. В 25 томах. СПБ. 1900 Т2. Олексинский. Бестужев. Рюмин. С. 500. Список генералам по старшинству на 1886 год. СПБ. 1886. Терентьев. М.А. История завоевания Средней Азии. Т2. СПБ. 1903. СПБ.